приветствую вас на канале сатагра своими руками спрашивали чем провести подкормку томатов высаженных в открытый грунт как раз мы собрались подкармливать свои растения и я вам вкратце расскажу чем подкармливаем мы тем более это органическая подкормка которая устроит не только вас но и ваши растения почему-то дачники считают что органика это ну как бы самое лучшее все в меру все в меру друзья и органика в меру хорошо и минеральные тоже в меру хорошо итак давайте посмотрим на растение что мы с ними сделали полторы недели приблизительно назад мы высадили их в рассаднике они были темно-зеленые сейчас под ударами как говорится не совсем благоприятных внешних условий они немножко порыжели поэтому нужно помочь им и с азотом чтобы они не остановились росте и продолжили наращивание зеленой массы подкармливать будем органическим удобрением куриным пометом замоченным особенным способом я вкратце расскажу как мы его приготавливали кстати это удобрение несколько раз я уже показывал мы проводили подкормки им наших огурцов вот сейчас давайте зайдем в теплицу посмотрим как они чувствуют себя после таких подкормок вот огурчики ну видите сами да вот идет навязывание плодов ничего они не сбрасывают то есть реально эффективно работающая подкормка которая помогает в получении урожая на любых растениях огурцы курником вот раствором о котором я сейчас расскажу можно подкармливать практически постоянно с периодичностью раз в 12-14 дней с помидорами немножко сложнее вот такие помидоры которые растут в теплице да они уже у нас вот ну начинают вяжут наливают плоды поэтому вот большие помидоры вот такие например курником подкармливать уже ни в коем случае нельзя иначе они зажируют а вот маленькие которые только наращивают зеленую массу подкармливать очень даже хорошо как мы готовили этот курник мы брали 5 килограмм курника 5 литров воды все это размешивали то есть соотношение один к одному да и добавляли сюда еще 250 миллилитров байкала байкал м это эффективные микроорганизмы которые во время брожения вот этого раствора размножались и сейчас они тут находятся микроорганизмы попадая в почву они также будут размножаться что они дают эти микроорганизмы они делают более доступными те элементы питания которые находятся в почве но мало доступны для корневой системы растений по каким-либо причин причинам часть элементов питания в почве недоступна для растений вот как раз таки микроорганизмы с байкала который мы сейчас заселим сюда они будут перерабатывать это будет процесс их не жизнедеятельности и растения начнут усваивать те элементы питания плюсы размножаясь полезные микроорганизмы подавляют патогенные микроорганизмы то есть вредоносные за счет этого уменьшается риск заболевания какими-либо корневыми гнилями растений и так далее в общем если не пользовались еще байкалом друзья я советую вам попробовать на протяжении сезона им попользоваться и посмотреть по факту результаты как изменится ваша почва на 10 литров берем меньше пол литровой банки ну вот таким кошкам конечно запах еще тот но растением это все нравится и как я говорил дачники тоже положительно относятся к органическим полностью органическим удобрением размешиваем это все на 10 литров что нам даст такой раствор вот в курнике много азота а сейчас растения у нас как раз проходит такую фазу развития наращивание зеленой массы листья стебель поэтому нужно много азота и нужны остальные конечно же элементы вот в курнике есть весь набор точной формулы никто вам не скажет курника потому что он у каждой курочки разные но приблизительно соотношение тут сохраняется где-то по 0 7 литра полученного раствора льем под корень сейчас растения получат все необходимые питательные элементы и пойдут развиваться дальше сколько раз можно проводить подкормку именно вот этим удобрением ну два раза можно два раза с интенсивностью как я сказал приблизительно 12 14 дней дальше уже пойдет цветение начало плодообразования вот тогда нельзя допустить чтобы от использования вот этого удобрения вот этой подкормки у вас помидоры зажировали этого нельзя допустить то есть когда наступит середина развития середина вегетации этих томатов такие подкормки нужно прекращать с повышенным азотом там уже будем разговаривать и будем проводить подкормки совсем другим ну до этого надо еще как говорится немножко подождать вот друзья что хотел рассказать вам чем мы подкармливаем для того чтобы вырастить крепкие растения на которых будет много завязей и завязь не будет отваливаться на крепком растении хорошо будет держаться и завязь плодов будет много так что если есть у вас проблема после высадки томаты начинают желтеть какие-то истончаются слабенькие мелкая листность наблюдается подкормить таким составом таким составом и я думаю через неделю ситуация вас устроит но опять же многое зависит от окружающих внешних условий может быть замоченные помидоры может быть холодно слишком тогда там будет немножко труднее ну а если все нормально температура положительная солнышко светит и проведя такими подкормками именно полив вы будете рады результату если нет курника и байкала ссылку я оставлю внизу описании под этим видео на этом видео закончу всем желаю крепких растений мирного неба над головой до свидания